Будинок, где разместился дом книги, мая интересную историю. С момента завершения будовництва в 1909 году тут находилась земская управа. Раз в 15-м году палац працы. У послевоенных шанс при мешкании первого поверха были пристосованы под кинотеатр, а позднее под библиотеку. Все лета после проведения капитального ремонта тут появился и магазин «Першацвет». По колью он працуя в тестовом режиме, однако его супрацовники уже отзнашают великую цикалость роджихоровья Крыгачевского, так и суседних районов. Люди узнают, идут, нравится, говорят, что магазина у нас такого, ну, прям, ну, катастрофически не хватало. Вот, идут. Учителя. Раньше все наши учителя ездили в Минск и в Гомель за литературой, которая им нужна. Вот, сейчас все есть на месте. У доме книги так сама буди працаваць отдел для юных читачоу. Ранее он знаходился в иншем будинку и не отповедал сучасным потребованиям. Зараз для детей створены комфортные и утульные умовы. До того ж, их обязают радовать разностайными займальными гульнями и викторинами. Эта библиотека была очень маленькой, а сейчас она больше, просторней и красивей. Звертаюсь на себе увагу и оригинальные творческие декорации помешкания у дома книги. На приклад на стене у хронологичным парадку намалеваны книги белорусских письменников. От библии Франциска Скарыны до сучасных творов. Еще один текалый экспонат – незвычайный литературный годинник. На циферблате вместо цифр будут присутствовать книги, в названии которых присутствует определенная цифра. Например, вместо цифры 3 – 3 товарища. 12 – 12 стульев. Единственная загвоздка – механизм прибудет немножко позднее. Это будут стрелки более полуметра, большие, тяжелые. Механизма нет в Беларуси, он едет к нам из-за границы. Но на день письменности он к нам доберется, и в день письменности часы дают свой старт. Традиционно свято письменство проводится в городах, центрах белорусской осветы. Рогачев безумовно относится до таких, и со заявлением дома книги тут будут протягнуты славные традиции, закладенные шмат годов тому.